всем привет и так пока еще выходной можно немножко подольше посидеть и вот хочу доделать все таки вот этого халка и закинуть в блендер и покрасить пока хотя бы там уже потом рик буду думать как тут сохранить все эти пухлые детали формы так что есть значит так волос то отдельно сколько волос 74000 полигонов в принципе пойдет я его экспортируем сразу значит загрузки так или все таки здесь сетку поменять потому что сетка дайна мешовская так давайте наверно просто поменяю сетку делаем дубликат делаем zrms верхнему софтул геометри делаем значит zrms и пусть побольше будет полигонаж я лучше там пониже тогда сетку смотрим что получится так пардон теский назад ставим на самый низкий наверно этот разрешение 6000 так 6000 полигонов смотрим что сетку не тут внешний вид так на еще zrms по симметрии сделал тут не то значит так control z вот такой хочу чтоб остался тогда их симметрию отключаем ну давайте еще один прогон что-то как-то туговато идет я его делал кстати может поэтому что в 4r7 версии хотя причем тут это и что-то как-то вот именно этот персонаж него лям 600 полигонов ну так уж много так смотрим что сеткой в принципе сетка прикольная может так и оставите ну пускай будет 4000 полигонов поднять не проблема будет так а ну ка если сделать еще про джектал делаем про джектал на эту низкую детализацию смотрим что изменилось да в принципе ничего так не изменилось на если мы идем control d 17000 полигонов и сделаем про джектал так вот я наверно 17000 полигонов оставлю и сделаю геометрии значит делу и экспортирую без покраски и без развертки значит в папку с халком пишу это значит волос enter так теперь его можно удалить чтобы он не мешался файл сохранен так теперь штаниц штанцы опускаем вниз мне понадобится значит так ремень вниз мне нужны значит будет голова тело и руки это все дело мы объединяем мэрдж так и мэрдж так что тут остается петли так давайте сразу петли объединим со штанами все ремень будет экспортироваться отдельно но нужно нашему теперь вот этому персонажу вот этому так штанцы пока отключим так вот здесь вот немножко выгладить пойдет такое тут штаны все равно он раздеваться не будет как у нас отдельно значит идет рот башка голова тело руки так это все дело надо объединить объединяем с помощью склейки дайна мэш и полигонаж давайте побольше тогда так хотя бы 500 тысяч полигонов ох ё до трех лямов дотянул так значит вот на этом и делаем 840 по размеру модели тоже много значит модель большая а ну-ка на модель большая поэтому полигонаж растет если модель была маленькая то полигонаж наш падал бы вот 693 тысячи меня устраивает теперь все склеилось если сейчас мы контрол-шифт будем опана почему дайна мэш не склеил группы не стоят так а ну-ка пробуем опять так и что получается так поле f все равно остаются значит группы ну как проверить склеились они или нет вот увидите что склеились но присутствует еще группы ctrl w мне нужна одна так смотрим да склейка прошла почему как понять что склейка прошла когда у вас как у меня гонит значит программа или черт его знает уже вот эти части нужно выгладить желательно тут в этой программе так вот голову можно чуть-чуть так что у нас с кистями так кисти тоже склеились все хорошо вот тут вопрос только красного делать или зеленого принципе можно и того и того с одного сделать не суть вопроса так здесь хорошо выглаживаем чтобы стыка такого сильно не было то некрасиво наверно будет и чуть-чуть вот эти мышцы смягчаем так руки можно чуть-чуть вот так вот слегка выгладить это дело значит есть так метод симметрия стоит значит там тоже все нормально так что тут кость тоже можно помягче сделать так ну и пролепить лучше наверно в этой же программе чтобы потому что в блендер бендах если лепить там потом поменяется сетка нам это не надо так раз и вот здесь сюда значит тоже ответвление здесь через alt вот сюда уходит мышца здесь вот так здесь через shift выглаживаем так чуть-чуть сюда вперед наверно эту чуть-чуть подальше вот так можно еще добавить что вены ну давайте попробуем добавить вены кисточка стандарт так выбираем размерами на кисти за рмс а ну-ка вена есть тут тоже вену можно пустить так вот тут как-то не знаю симметрично наверно нехорошо когда их симметрия где еще тут можно вены пустить вот так ну и где-то вот тут наверно так так тут вены есть ну а больше где их еще поставить на трицепсе может так тут как таковых не может быть единственное что вот на запястьях у здесь может здесь так ну что-то этка так на голенях можно здесь вены тоже по нарисовать так вот здесь вот на ягодицах там так еще вот какой вопрос хочу попробовать значит сделать кожу можно скачать значит текстуру кожи или использовать вот эти вот альфы седьмая и восьмая так вот седьмая на я больше подойдет так и попробуем поставить значит драк проект здесь конечно нужно подольше посидеть и попробовать так интенсивность еще поменьше а драк сайс на я чуть побольше вот как-то так здесь вот на лице лучше на я чтоб красавчиком был и потихоньку вот так вот добавляем значит текстуру кожи так смотрим что получилось очень неплохо да так вот потихоньку добавляем добавляем так здесь уже лучше наверно иксиметрию модифика полу мира эндвел все таки потому что я эту вспышку потерял так что тут еще так чуть-чуть выгладить так подбородок тоже чуть-чуть на эту шкуру тоже они тут могут еще пока ты и быть где-то больше на вот на теле можно побольше сделать так вот черепом тут тоже наверно нужно будет так это так вот так здесь чуть-чуть на еще добавить так горло чуть прибрать ну вот что-то в этом духе так пробуем еще раз значит поры это кисточка стандарт альфа 7 так и вот так ну ладно чтобы он в жабу не превратился вот чуть-чуть вот так вот мелкими кое-где не не во всех местах а так допустим вот там чуть-чуть вот где-то на ребрах чуть местах добавить чуть-чуть сглаживать чуть-чуть так вот раз раз сейчас сетка поменяется и он должен вид у него должен быть вот этих пор вот так получше побольше наносим и потом шифтом чуть-чуть заглаживаем так на спине тоже чуть-чуть добавить на руках на трицепсах здесь вот так чуть-чуть побольше и побольше это дело все о ну уже это что-то хотя бы так что тут у нас еще мофта получше и вот эту часть еще опа подальше так 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 вот эта штука тоже мне не нравится я через альф на я сейчас вот по приберу накидать еще под мышку побольше потому что здесь будет гнутся и вот здесь тогда накидать вот эту вот мышцу вот так вот есть чуть-чуть переход ну в принципе ничего прикольный перс посмотрим как он будет себя вести именно уже в анимации здесь побольше наверно вот эту лобовую часть вот так бы поприкольная но теперь делаем дубликат делаем опять же за ремеш делаем дубликат верхнюю делаем геометрии за ремеш гейшин или как он там называется поменьше детализацию мне нужно сейчас хотя бы где-то 150 200 тысяч полигонов потому что в блендере я их понизить могу и повысить конечно но если повышение будет без наложение вот этих вот деталей без projectile то это будет уже не есть хорошо вот 6000 полигонов выглядит вот так вот персонаж контрол д контрол д контрол д контрол д но еще контрол д и делаем теперь projectile так смотрим сетку ну а чё прикольная сетка так вот теперь вопрос оставить 400 3000 полигонов или поменьше так если делать поменьше ну хотя бы вот 100 тысяч да так смотрим как он выглядит что у него тут с глазами так а если оставить на 400 в принципе не такие уж большие изменения так а ну-ка на низких полигонах попробую через alt выборку сделать и прибавить полигонаж так а так тут побольше значит мне нужны большие вот эти впадины именно под глаза потому что если делать анимацию мимики то получится что сольются полигоны и вот этих верхних веков придется просто тянуть то что будет тянуться так раз ну а здесь чуть 1 бросать так что тут еще вот этот переход нужно накидать опа на тут какая-то шняга вылезла нехорошая короче вот этот значит удаляем нижнему делаем дубликат верхнему делаем геометри делаем за ремеш так делаем контрол д контрол д можно еще контрол д 385 4 подразделения так делаем теперь projectile так гражданин нормальный сетка нормальная все пойдет теперь что делаем так а теперь заходим в геометрии наверно вот это вот как и есть 385 тысяч полигонов до лоур так это уже контрол д многовато так давайте вот так вот раз пойдет пойдет 96 тысяч полигонов в принципе он выглядит хорошо экстракт и кидаем его вот сюда значит тело халк папку халк сохранить так остаются теперь у нас что это долой делит делит окей делит окей так штанцы вот штанцы 485 тысяч полигонов многовато делаем дубликат верхнему делаем так что у него тут полигруппы есть да объединяем геометр делаем дайна мэш так сто двадцать одна тысяча полигонов корректируем выглаживаем так тут вот лямки срослись а тут не срослись ну ладно не суть вопроса так вот там есть косяк control z control z делаем control w одну полигруппу давайте чуть-чуть поднадуем значит так деформация на децил просто полигонаж так вот чуть-чуть ага вот нормально полигоны не достают туда ну задняя стенка до передней вот это там получается тонкая мы делаем дайна мэш во двадцать одна тысяча полигонов это нам не надо значит делаем побольше о два ляма пойдет сейчас за рмс за собачим за рмс легейшим пониже полигонаж ну чтоб качественно красиво было здесь вот потом там по подтянем что то штаны изменим так здесь вот низкий полигонаж делаем control d control d пробуем сделать прочитал смотрим что будет за результат результат мне не нравится потому что результат говно потому что нет симметрии так возвращаемся назад два ляма ставим их симметрию и тогда делаем геометрии прибавляем полигонаж ну сетку значит на четверку ставим за рмс пробуем так control d control d 230 многовато control z а ну-ка на 57 пробуем projectile отключаем смотрим так а если все это дело попробовать выгладить так и тут тоже выглаживаем сетку мамал может поправить задние вообще классно получились лямки эти я близко взял на боях чуть-чуть оттоповщик ну ладно так control z не будем портить вид еще раз делаем projectile то же самое слипаются полигоны ну вот здесь вот выгладить можно ну вид вроде бы неплохой так оставляем сколько тут 57000 пойдет значит экспорт штанцы так штаны есть теперь эти штаны нужно удалить чтобы опять же они не мешались так ремень 17000 полигонов а ну-ка ctrl z полигрупп нету вот 17 так и сохраним значит экспорт ремень и так все вроде заготовлено так что тут по сетке нормальная сетка пойдет так теперь заходим в блендер и будем все это дело раскрашивать и так блендер версия 3.0 куб длит камеру отключаем свет отключаем единица на нампаде файл импорт и импортируем сюда все вот эти наши саптулы мэши так где тут халк так волос импорт так файл импорт опс ремень импорт файл следующий идет значит тело так тело залетело и об штанцы так английская а поднимаем нашего персонажа повыше тройка на нампаде вроде по оси стоит ничего так дядька четкий ну давайте красить так прежде чем красить нам нужно зайти в UV editor создать новую развертку ок так и теперь сделаем UV smart UV расстояние между детальными добавим ок можно еще конечно все это дело по порезать так английская а выделяем вот они все наши детали заходим теперь в layout находим текстура paint вот вы видите что персонаж у нас стал вот таким вот цветом вверх заходим находим новый текстур стоит а мы ставим base color так ок если у вас развертка черная ctrl z то возможно у вас стоит base color так черный цвет проверяем ок вот персонаж черный да ну попробуем вы говорите что он черный у вас почему не знаю так теперь нам понадобится что вот здесь у нас есть цвет который меняется значит нажимаете на color выбираем ну давайте зеленый цвет какой-нибудь этакий и чуть-чуть потемнее поставим вот здесь вверху у нас должна быть x симметрия смотрим вот персонаж красится хоть по черному хоть по белому цвету но так как он весит именно чуть-чуть поболяем не низко полигональный скажем так нужно красить чуть-чуть его маленькой вот этой вот кисточкой так если много полигоназ то бывает что когда вы ведете кисточкой она подвисать начинает но это опять же у кого слабее у кого сильней аппарат украсится прикольно так ровненько сетка вроде не совсем говеная но если честно я бы ее вручную хорошо бы и не сделал наверное это надо руку хорошо набивать постоянно сидеть ретопить ну так как я не делаю что то есть такое этакое то в принципе так мне хватает вот такого результата так здесь значит тоже закрашиваем смотрим со всех сторон потому что бывает что вы где-то провели а остаются какие-то артефакты так так вот отключим волос чтобы видеть что тут а вот сверху и сбоку не есть хорошо не есть good так и вот между пальцами вот эти вот моменты тоже нужно с разных ракурсов тут вот так вот красить под углами в отличие от the brush там провел и все закрасилась сразу везде даже где не надо возможно так вот между ног тут осталось . тут вот где-то еще раз проводим посмотрим на подбородки так так есть такое дело теперь нужно что теперь нужно поставить нам черный цвет я хочу сделать ему ф английская брови так вот так вот так теперь чтобы выбрать цвет который у вас уже есть это значит нажимаем с и у вас вот здесь вот меняется цвет на тот который у вас уже присутствует и и побольше тогда кисточку под углами тут как-то нужно подлезть так что тут еще вот нёба так здесь вот тоже закрасить потом кое-где тут нужно выгладить будет так что тут с ушами так теперь нам понадобится красный цвет и сделать интенсивность поменьше так f английская поменьше размер кисти и чуть-чуть вот губы сделать красными так так интенсивность еще побольше ага теперь s чуть-чуть это дело корректируем вот так чтобы прям ну не сильно были выделены и что еще хочется сделать это значит добавить черный цвет отделить именно так вот эти мышцы красим вот здесь вот чуть-чуть вот так вот притеняем где-то на сходах так ну что мускулатуру было видно так вот бицепс чтоб мало-мало в глаза бросался так здесь вот тоже притеняем теперь s зелененьким чуть-чуть это дело разбавляем так ну и со спины тоже наверное так черный цвет так теперь кисть стандарт интенсивность чуть поменьше так вот раз проводим на ногах как-то вот чуть-чуть даем вот этот оттенок кисти чуть тут можно тоже потемнее сделать позвоночник так на голову чуть-чуть кинуть ну и на лицо так на лицо так и под глазами вот так чуть потемнее с зеленым цветом чуть-чуть все это дело опять же слегка разбавляем так ну вроде бы все нормально смотрим заходим теперь в object mode ставим видимость цвета вот какой он стал яркий окрасили темным вот это вот оттенок надо тоже подготать потом цвет притянить так что еще можно сделать а теперь нам нужно нужно сохранить вот эту развертку заходим uv editor находим image и сохраняем значит нашу развертку а пардонте не здесь а вот в шейтингах находим вот она 0.002 ее выбираем она появляется в нижнем окне выбираем image save us находим где у нас находится модель hulk и сохраняем вот этот png формате развертку теперь если мы будем загружать у него есть развертка цвет так ну а с волосом с ремнями со штанами тут уже попроще тут можно цвет в материалах назначить так находим новый материал устанавливаем так какой нам понадобится так наверно где то вот такой оттенок пойдет а ремень цвет под металл делаем это значит белый цвет такой вот так 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 ну где то такого духа потом ему добавим тут шероховатость его так что еще тут волос выбираем волос и волос у нас будет черный но здесь проще раз и все волос есть вот такой вот халк так теперь что еще зайдем в шейдинги и давайте в нотах поднастроим немножко его внешний вид так это значит color subsurface тоже подсоединяем так спекуляр наполовину рафность чуть побольше нормально больше вроде бы тут ставить нечего пойдет так теперь что еще нужно а ремень так сначала штаны давайте вот штаны штаны можно тоже сделать вот этой штуки наверное так шейдинг выбираем штанцы если они тут есть нету но сделаем тогда UV editor и сделаем развертку smart UV ok теперь иначе layout смотрим что получилось шейдинги так тоже текстуры paint плюс base color ok так и цвет цвет тоже нужно подобрать знаю вот такой наверное так так вот наверное вот такая у вас ошибка красота хотя у меня тут интенсивность убрата так что тут еще иксимметрию включаем да нет красит может быть у вас интенсивность убрана посмотрите поэтому слабо красит вам кажется что он черным так и остается так есть такое дело так ремень ремень отключим вот такая штукенция так теперь вот этот цвет ставим потемнее интенсивность чуть-чуть уменьшаем и пробуем делаем f кисточку чуть побольше и вот так вот ага вот начинает подвисание значит чуть поменьше и вот таким образом так надо еще побольше поставить так так и добавить вот эти вот переходные цвета где-то потемнее где-то будет вылазить цвет чуть-чуть посветлее думаю прикольно будет так вот здесь вот еще тоже закрасим пояс здесь сделаем такие вот тона вот 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 что я боялся вот я пропустил зеленый цвет так вот так есть дело ну так вроде они по симпатюш не выглядят и сейчас надо еще добавить черный цвет чуть-чуть черный цвет где-то вот так это много control z интенсивность чуть поменьше так это многовато control z еще немного вот тут вот так вот притяни где пах где-то вот вокруг где у нас будет вот эти вот порывы такие чтобы грязноватые они как бы были ну и трех оттенков и вот он еще косяк это с интенсивность теперь побольше и красим внутреннюю часть так где ты тут еще где прозевал вот такая штука так ну вроде бы пойдет так теперь же нужно опять же сохранить вот это вот развертку значит шейдинги выбираем это какой уже будет третий вот она image save as сохранить так вот у нас появилась две развертки так вот теперь можно ее настраивать именно под материал добавляем это color bridge contrast точка 010 а здесь ставим точка 070 enter так теперь спекуляр 50 на рав нас чуть-чуть побольше вот где-то 70 наверно так так ну вроде бы все ничего не забыто как у здесь еще как вот этот по моему нет не этот шин так этот не надо clear cont в принципе все вот такой внешний вид если тут вдруг подправить перекрасить надо будет тут где-то какие-то детали здесь вот допустим нужно посветлее сделать или тут потемнее то тогда заходим опять же текстуры paint выбираем цвет который нам надо так это control z слишком много интенсивность чуть поменьше чуть-чуть вот эти артефакты наверно по приберем заходим опять же в object mode заходим шейдинги нажимаем image save и она сохраняется если нет лучше то перестраховаться и сохранить save us так что еще ну в принципе все нормально единство что можно ногти еще так давать вот этого персонажа это с английская так так как так так закрашиваем все еще проверяем так что тут не так ну вроде вот это и все так еще потемнее делаем так control z интенсивность поменьше и наверно где глаза где нос вот эта вся часть особенно где волос вот здесь где лоб чуть-чуть потемнее сделать так что-то он слабовато рисует очень так так уши тоже чуть-чуть верха потемнее и скула вот здесь вот так есть такое дело выше и прикинем как тут тоже так отключится с на так с английской чуть-чуть размазать вот так ну чумаза он вроде уже лучше выглядит мы опять же шейдинги и так теперь выбираем эту развертку опять же image и жмем save us перезаписываем вот что-то этакая да так теперь нужны зубы я хочу ему вставить зубы а зубы у нас у кого зубы у нас у таноса сейчас нужно его с файла скинуть зубы и потом я сюда подгружу итак закидываем теперь так экспорт импорт файл fbx именно 100 нас вот это все тело под забрал я вот они зубы глаза как нижнюю челюсть и тоже надо потом делать развертку подключить как зубы начала зубы есть такое дело тройка на нампаде опа и парка на нампаде вот сюда поближе тройка на нампаде так это значит еще повыше единицы на нампаде выравниваем и делаем делаем с можно попробовать чуть-чуть вот вытянуть у такого зубы 2 поднимаем их тоже повыше попробуем тоже чуть-чуть вытянуть у такого побольше такие клыки были так вот эта часть значит чуть-чуть вперед ну и эту часть тоже чуть-чуть вперед потом все равно как кости будет вставляться они будут выводиться вперед уменьшаться так теперь глаза тоже я возьму станоса хотя можно тут тоже выбрать сферы и на сфере нарисовать глаза вот эти мне как-то нравятся такие голубые смысле синие очень о а вот так вот будет как стилизованный давайте еще раз поменьше выбираем один глаз подгоняем чуть-чуть его вглубь глаза у него маленькие так тогда вот этот глаз можно удалить а вот этому глазу сделать модифика пол джим мира и поставить ему по отношению к танусу применяем потом если делать опять же рик нужно будет глаза тоже разбивать делать чтобы они все равно были не один наш а разные но это все попросам роликам так есть такое дело я соски не нарисовал ну давайте еще исправим это дело так соски да не такие как красноватые должны быть так с красноватые поменьше симметрия исключена так что-то этакая так а в центре в центре нужно еще наверно потемнее точку поставить такую так а почему это вот кто-то в этом духе заходим опять же так сохраняем развертку еще разочек потому что изменения к ней уже внесены переписываем так ремень ремень так а что ж можно ремню придумать ремень на этом темный сделал черный вот так а вот эти части давайте попробуем так выбираем ремень заходим в edit mode и попробуем снять выделение так создаем дополнительную группу делаем new ставим на рентген ставим c английская так правая кнопка убирает все это дело значит c аккуратненько хотя бы пусть раз мы почистим колесико нажимаете и очищайте не нужная закрашенная вами так 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 что тут получается спереди то есть так тело 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 отключаем штанцы тоже можно отключить а вот здесь вот c все это очищаем так Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Включаем нашу развертку... Теперь включаем все наши детали... Так, вот теперь у нас... Ремень... Бело-черный... Так, что у нас тут с зубами... Так, а вот зубами надо вот сюда прикрепить... Развертку на зубы... Добавляем add текстуры... Image текстуры... Не хватает их тут, вот вы видите... Вот они почернели... И добавляем развертку... Это второй, по-моему, зубы... А ну-ка... Ну да... Ну все... Такая штукенция... Зубы прикреплены... Волос есть... Персонаж готов... Настраиваем теперь цвет... А, кстати, тут еще... Останавливаем скульпмод... Можно поработать... Выбираем тянучку... Вот эта называется... Краб... По иксу... Симметрия... Ее можно отключить... Теперь, значит, F... Кисточку чуть побольше... Так... О... Здесь еще есть же эта... Так... Где тут... Переключается... Тэн-тэн-тэн-тэн-тэн... Оо... Так... Клей... Кисточка... Клот... Ткань... Вот она... А ну-ка... Так... F... Чуть-чуть поменьше... Оо... Так... Это... Ctrl-Z... 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 Теперь, значит... F... Кисточка побольше... Вот так вот... Раз... И сзади тоже... Ф... Ф... Поменьше... А ну-ка... Что нам тут... Так... Ctrl-Z... Ctrl-Z... Не работает... Надо побольше ставить... Ф... Значит... Ф... Побольше... От... Тр... Тр... Так... Вон... Делает... Вот... Эта... Кисточка... Вот... Так... О... Так... типа ткани. Во. Ну а теперь поможет нам граб и чуть-чуть все это дело потравнять. Так вот раз. Так здесь побольше будет порыв. Так здесь порыва нет. А этот порыв как бы потекший пусть будет вот так вот раз. Так здесь выравниваем, опускаем, подгадываем. Так, ну и шестом немножко можно выгладить. Так это значит. Вот. Вот. Вот этот порыв. Так десято. Я сbvy, или не знаю, к нам много факников. Н inconvenственно Vale. А с докспринговёву Номерно снижается в описании. Так вот сейчас. Так, что-то этакое, так, ну, ногти, не знаю, ногти красить, нет, ну, это я уже сам-то покрашу, не буду ваше время задерживать, так вот, и так уже затянулся ролик, наверное, так, скульпт-мут, так, что тут получается, так, да, давайте посмотрим, как это все будет выглядеть именно, если свет настроить, ну, допустим, солнце 4000, поставим так, 4, enter, так, lift, enter, shift, f, погуляем немножко по площади, камера чуть-чуть вниз, так, и немножко свет, так, так, сюда, боковой не надо, можно даже верхний включить, так, вот получился вот такой вот дядька. Так, 0 на нампаде, камера чуть-чуть сверху смотрит, значит, shift, f, сочетание клавиш, как подключить, есть ролик, чтобы вот так вот камерой руководить. Итак, вот, сейчас посмотрим, как он в миг сама себя покажет, смотрим, и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok